Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти В марте средняя стоимость мойки автомобиля в России зафиксировалась на уровне почти 600 рублей Подсчёты провела компания Сберавто Самым высоким средним чеком за помывку машины отметился Приморский край Без малого 800 рублей Самым низким Нижегородская область, около 550 рублей По данным аналитиков, чаще всего автомойками пользуются жители Татарстана, Иркутской и Новосибирской областей Реже всего краснодарские и ростовские автомобилисты Эксперты напоминают, по завершении холодного сезона автомобиль нуждается в основательном мытье, чистке и сушке Трасса 101 Число автомобильных новинок в России может резко сократиться Для того, чтобы привести к нам свежую модель, производитель должен получить в том числе так называемое одобрение типа транспортного средства Выдачей документа занимается Росстандарт Однако из-за санкции ведомство теперь не может соблюсти процедуру Например, необходимо изучить непосредственно производство Однако не все так сложно, если иномарка выпускается на территории РФ Сейчас в Росстандарте находятся заявки от Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz и других компаний Трасса 101 Западные санкции по части автомобилей и комплектующих ударили по российским чиновникам Проблемы возникли, сообщает газета RU в Санкт-Петербурге Там подошел срок закупать для госслужащих новую партию иномарок Раньше это были Audi и Toyota Теперь принято решение пополнить правительственный автопарк корейцами Hyundai и Genesis Что тоже, безусловно, в нынешней финансовой ситуации недешево На приобретение новых колес из бюджета выделено почти 140 миллионов рублей Трасса 101 АвтоВАЗ нашел способ снизить начальную стоимость Lada Largus Cross Ценник уменьшился аж на 10 тысяч рублей С 1 миллиона 388 до 1 миллиона 378 тысяч рублей Произошло это за счет установки восьмиклапанного бензинового двигателя Мощностью 90 лошадиных сил Раньше Cross'ы комплектовались только 106-сильным 16-клапанником По расходу топлива разница незначительная 300 граммов, всего около 7,5 литров на сотню в смешанном цикле Иных изменений не произошло Трасса 101 А Тесла в недалеком будущем собирается представить полностью беспилотный электрический автомобиль такси Или роботакси, как окрестил его руководитель компании Илон Маск Американцы бьются над этой технологией уже долгое время Сейчас фирма тестирует систему полуавтоматического управления электрокаром Полуавтоматического значит, что водитель все время должен находиться на чеку И держать руки на руле Электроника умеет распознавать сигналы светофора, дорожные знаки Находить место для стоянки и парковаться там На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok